Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 30 августа. На повестке дня единственный вопрос состоялась внеочередная встреча в формате Эмпиэрии. Вынуждают на принятие адекватных мер. В Госдуме провокацию Грузии в Южной Осетии сравнили с басней «Слон и моська». Воспоминания длиною в жизнь. Сегодня в Южной Осетии отмечают День без вести пропавших. Приоритет каждого сотрудника – буква закона и исполнение воли суда. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают приставы Минюста. Сегодня в селе Цнелис прошла внеплановая встреча механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты недалеко от блокпоста грузинской полиции. Встреча длилась более трех часов и проходила в закрытом режиме без журналистов. Обсуждался всего один вопрос – снятие грузинского поста, который незаконно был выставлен в этом селе. К месту, где велись переговоры, съехали сотрудники силовых структур во главе с верховным главнокомандующим Анатолием Бибиловым. В метрах 300 от места встречи было выставлено оцепление для безопасности жителей села, которые крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. И собрались здесь, чтобы узнать итоги переговоров. Накануне грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии. Они прорыли сюда дорогу и поставили свой пост. На данный момент идут переговоры. Юго-осетинская сторона заявила, чтобы грузинская сторона убрала свой пост. Переговоры с грузинской стороной вел полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджиуэв. Встреча проходила в присутствии международных наблюдателей ОБСЕ и длилась несколько часов. Мураджиуэв доложил главе государства об итогах, а после они пообщались с журналистами ГТРК ИР. Как отметил президент, прежде всего нужно использовать дипломатические методы и путем переговоров урегулировать ситуацию. В районе в целом ситуация сейчас стабильная. То есть народ, который проживает в селе Ценнелесе, он, конечно, напряжен, но сохраняет спокойствие. Только что закончились переговоры контактной группы. К сожалению, Грузия пока разумного решения вот этой проблемы не предлагает. Те предложения, которые с нашей стороны, они, к сожалению, отсеиваются. Что касается самого села Ценнелеса, я дал уже команду, чтобы пограничная служба Республики Южная Осетия полностью взяла под контроль территорию этого села. И дальше будем, конечно же, работать над тем, чтобы вот этот незаконный пост был снят. В свою очередь Мураджиуэв прокомментировал ход переговоров. Перед началом встречи представители международных организаций ОБСЕ и Евросоюза встретились с жителями села Ценнелес. И жители села имели возможность высказать им обозабоченность в связи с выставлением грузинского поста совершенно недалеко от села. Пост прямо нависает над селом и над дорогой. Обсуждение было в рамках, повторяю, МПР, то есть все стороны участвующие в МПР были. И наши требования одно, чтобы этот грузинский пост, наличие которого напрягает ситуацию, был снят. Грузинская сторона пока что не пошла на уступки, хотя их аргументы о выставлении поста совершенно для нас неприемлемы. Мы им сказали, что если речь идет, как они сказали, о безопасности жителей села, пусть поставят в пределах села. Но при чем ценились? И в итоге долгих разговоров мы все-таки пришли к тому, что надо продолжать разговоры, то есть в рамках женевских дискуссий, в рамках механизма по урегулированию конфликтов, провести очередную техническую встречу. Наши предложения не затягиваться этой встречей, провести их во второй половине, в понедельник. Ну, каждая сторона будет согласовывать. Но хочу отметить, что у нас позиция четкая. Этот пост там не должен стоять. Грузии не предлагали другие варианты, что там не вооруженный пост. 12 человек, будет 15 человек. Наша позиция, что там не должно быть ни одного человека. И этот пост не должен быть. Само наличие этого поста является фактором дестабилизации ситуации. Президент особо отметил, что позиция нашей страны неизменна. Грузинская сторона должна убрать незаконный пост с территории Южной Осетии и прекратить его обустройство. Анатолий Ильич, а можно сказать, что люди, которые здесь живут в близлежащих селах, они сейчас в безопасности? Сегодня, с этого момента, они в безопасности, потому что их будут охранять пограничная служба Республики Южной Осетии. Глава государства заверил жителей близлежащих сел в том, что предприняты все необходимые меры безопасности, и они могут ничего не опасаться. Буду на лохоттер. Буду на лохоттер. Буду на лохоттер. А мы тахскедарь мошел кенут, ващарт кенут, спокойно, размеренно, по чердесу тумейхозтер. Спасибо большое. На терзанат. Парламент Республики Южная Осетия расценивает действия грузинских властей по введению вооруженных формирований на территорию Южной Осетии как неприкрытый акт агрессии, направленный на дестабилизацию военно-политической ситуации в регионе. Вне зависимости от политических сил, находящихся в руководстве Грузии, агрессивная государственная политика в отношении народа Южной Осетии является неизменной составляющей деятельности политических элит этого государства. Поддерживающие Грузию и ее провокационные действия США и страны НАТО несут прямую ответственность за попытки подрыва мира и стабильности в Закавказе. Парламент Республики Южная Осетия заявляет, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность Южной Осетии, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые. В Госдуме провокацию Грузии в Южной Осетии сравнили с басней «Слон» и «Мойска». Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что Грузия специально провоцирует Южную Осетию и Россию для обострения ситуации. Толстой также отметил, что мелкие провокации Грузии – это попытка привлечь внимание международного сообщества и возможность получить лишний повод кричать о том, что грузинская территория оккупирована. Вот эти действия Грузии, они направлены на обострение ситуации, и Грузия хочет с помощью таких вот мелких провокаций вынудить Южную Осетию и, безусловно, Россию, которая является союзником Южной Осетии, предпринять меры, которые положат этому конец. А потом на весь мир жалуются, как оккупируют их территорию, якобы, и так далее. Чего не понимают грузинские политики, и вся вот эта вот двигающая по Тбилиси, кричащая молодежь – это то, что никогда ни Южная Осетия, ни Абхазия уже не вернутся в санкт-грузии, потому что сами грузины нарушили законы собственной страны, осуществив вооруженное нападение в 2008 году. И народы Абхазии и Южной Осетии этого не забыли и не забудли. А что касается таких вот мелких провокаций, это рассчитано прежде всего на привлечение международного сообщества, внимания со стороны, так сказать, международных организаций и возможности просто получить повод, лишний повод кричать о том, что грузинская территория оккупирована. Но все эти злобные провокации, они будут длиться до той поры, пока большая часть населения Грузии не осознает, что гораздо выгоднее и спокойнее иметь добрососедские отношения со всеми государственными, которые Грузию окружают, чем пытаться скалить зубы, как в известной басне про москву и слона. Установление незаконного грузинского блокпоста стало темой обсуждения на брифинге в Госкомитете информации и печати. Тема продолжит Зарина Кочева. В Грузии не угасают реваншистские настроения. Политика официального отбелисьи по отношению к Южной Осетии и Абхазии неизменна. Грузины продолжают отчаянно мечтать о возвращении территории двух суверенных государств. Однако необдуманных действий экс-президента Михаила Саакашвили повторять никто не будет. И никаких военных действий на территории Южной Осетии не будет, заявила на брифинге глава Госкомитета информации Мария Кутаева. Никакой войны не будет. Грузия не нападет на Южную Осетию. Это исключается. В первую очередь это невыгодно самой Грузии. Конечно же, Южная Осетия настроена очень решительно в отношении этого незаконного блокпоста. Это никоим образом не означает возможность начала каких-либо широкомасштабных военных операций. В населенном пункте Ценелис проживает свыше 11 осетинских семей. Они напуганы провокационными действиями грузинских силовиков. Глава информационного ведомства уверена, провокация на государственной границе всего лишь отвлекающий маневр грузинских властей. Мы все знаем, что как только в Грузии начинаются какие-то внутренние недопонимания, как только бывает грузинское общество недовольно уровнем жизни, социальными проблемами, сразу грузинские политики начинают отвлекать внимание своего общества на политические вопросы. Пытаются консолидировать общество терминами российские агрессоры, оккупанты, захватчики. И на этой волне они объединяются. Сегодня происходят внутренние конфликты в Грузии. Они активизировались с начала этого лета. Идут разногласия и противостояния политических элит Грузии. И этим самым объясняется вот эта откровенная провокация. Границы Южной Осетии охраняются согласно подписанным договорам между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии. Соответственно, любые агрессивные меры грузинских силовиков будут расцениваться в том числе и как агрессия в отношении российских военнослужащих, заключила Кутаева. Зарина Кочиева, Александр Кочиев. Информационный выпуск. Сегодня. Сегодня служба судебных приставов в Министерстве юстиции Республики Южная Осетия отмечает свой профессиональный праздник. Сотрудники обеспечивают безопасность судебных заседаний, исполняют решения, отстаивают интересы граждан, вынужденных искать правду в судебных инстанциях. Подробности в репортаже Елены Газаевой. Сегодня, 30 августа, свой профессиональный праздник отмечает служба судебных приставов в Министерстве юстиции Республики Южная Осетия. Это особое ведомство. Приоритет каждого сотрудника, буква закона, исполнение воли суда, поддержание порядка во время процессов. С каждым годом полномочия приставов расширяются. Если сравнить статистику, то исполнительных листов за 10 лет увеличилось в десятки раз. Служба судебных приставов является единственным органом исполнительной власти, которая уполномочена и наделена принудительным исполнением судебных решений, а также актов иных органов. С каждым годом у нас наблюдается тенденция роста количества исполнительных производств. Если в 8-9 году у нас было в районе 200 производств, то на сегодняшний день уже у нас 2364 производства. То есть с каждым годом наблюдается тенденция. Я бы хотел поздравить ветеранов службы судебных приставов, работников, пожелать им успехов в работе, в личной жизни. В службе судебных приставов трудятся более 50 сотрудников. Одни обеспечивают безопасность судебных заседаний, другие исполняют судебные решения. Даже в свой профессиональный праздник в кабинетах оживленно, как говорится, работа кипит. За выполнением ответственной работы мы наблюдаем и девушек, которые наравне с мужчинами выполняют служебный долг. Каждый предан своему делу. Поздравляю своих коллег с Днем судебного пристава. Желаю удачи, счастья, взаимопонимания со стороны людей и мирного неба. Помимо взысканий, изъятий и прочих принудительных мер, судебные приставы занимаются и благотворительностью. У многих неоднозначное отношение к приставам. С одной стороны, они приходят и принуждают отдать долг. А с другой, защищают интересы тех, в чью пользу наклонилась чаша весов правосудия. Приставы отстаивают интересы тех, кто был вынужден искать правду в судебных инстанциях. И сегодня их профессиональный праздник. В этот день они получают поздравления от родных, друзей и коллег. К ним присоединяется и наша съемочная группа. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». С профессиональным праздником службу судебных приставов поздравил президент Анатолий Бибилов. Отмечен весомый вклад в укрепление правовой системы Республики Южная Осетия, соблюдение законности и правопорядка, защита конституционных и социальных прав наших граждан. Глава государства пожелал дальнейших успехов в работе мира, добра и благополучия. Президент Анатолий Бибилов поздравил президента Республики Арцах Бакуса Океана с днем рождения. В поздравительном послании говорится. Знаю вас как настоящего друга Южной Осетии, принципиального сторонника укрепления союзнических отношений между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и активной совместной работой по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества. Желаю крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в вашей государственной деятельности на благо народа Арцаха. Президент Анатолий Бибилов поздравил Леонеля Айнгемея со вступлением в должность президента Республики Науру. Глава государства выразил уверенность в важности поддержания высокого уровня и динамики политических контактов между Южной Осетией и Республикой Науру. И пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо народа Науру. 30 августа – Международный день пропавших без вести. В фойе киноконцертного зала «Чермен» собрались близкие пропавших, члены правительства, общественность, журналисты. Фотографии – как напоминание о страшной беде. В нашей республике с начала военных действий пропавшими без вести считаются более сотни человек. Близкие и родные, несмотря на годы, не теряют надежды. Сегодня, в Международный день пропавших без вести, в Схимвале прошла фотовыставка. Выставка проходила в Государственном киноконцертном зале «Чермен», где были выставлены фотографии из книги «Воспоминания длиною жизни». Каждый год 30 августа Международное сообщество отмечает Международный день лиц пропавших без вести. Это относится также к нашей организации, потому что наша организация очень активно работает в этой области. Целью этих мероприятий обычно бывает отдать данные уважения всем лицам, а также семьям лиц, у которых есть пропавшие без вести, потому что это страдание также для них. А также озвучить, пользуясь случаем, озвучить те проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Потому что эта проблема носит глобальный характер, и это не только озабоченность Международного комитета Красного Коста. За годы грузинской агрессии с 1989 по 2008 годы в нашей республике без вести пропавшими считаются больше 130 человек. В фойе киноконцертного зала «Чермен» можно было увидеть фотографии тех, кого уже на протяжении долгих лет ищут и ждут. На фотовыставку сегодня пришли родные и близкие. Мероприятие посетил и глава правительства Эрик Пухаев. Я хотел сказать, что человек живет надеждой. И каждый раз, смотря в глаза присутствующих людей, которые потеряли своих близких, особенно матерей, мне очень трудно и скорбно, что эта надежда у них не угасает. Дай Бог, чтобы не до последнего человека, о судьбе, 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 о судьбе. Семьи пропавших без вести продолжают ждать и каждый день ожидают вестей. Я не знаю, что лучше. Я не знаю, в этой ситуации, что лучше. Иметь информацию, знать, где похоронен близкий или себя тешить надеждой. Наверное, Богу виднее. И я хочу, чтобы каждый из вас и в каждую семью залетел ангел и вселил надежду вам, ваши души. Так, наверное, будет справедливо. Со стороны руководства Международного комитета Красного Креста проводится работа, чтобы хоть что-либо узнать о судьбе пропавших. Пусть никто из семей без вести пропавших не думает, что работа не идет. Хочу всех заверить, что и наша организация, и Комитет Красного Креста, и правительство республики делать все возможное, чтобы хоть что-то выяснить о судьбе пропавших. И сегодня же в киноконцертном зале Чермен показали и фильм, рассказывающий о судьбах без вести пропавших отель «Руанда», основанный на реальных событиях. Стала Бязарова, Арсенгаси и Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Строительство двух жилых корпусов в микрорайоне ЦАРС на стадии завершения. В пятиэтажных домах предусмотрены все условия для жильцов. В одном рабочие заняты внутренней отделкой, а в некоторых квартирах ведется установка дверей. Предусмотрены и детские площадки. Ход проводимых работ проверила Роза Тедеева. В скором времени порядка 150 семей станут счастливыми обладателями комфортабельных квартир. Подходят к концу работы по строительству двух многоквартирных домов в микрорайоне ЦАРС. К стройке приступили в 2018 году. Дома пятиэтажные с внушительной квадратурой. В одном из домов отделочные и малярные работы полностью завершены. Уложили ламинат, смонтировали входные и межкомнатные двери. Установлена вся необходимая сантехника, стены обклеены обоями. Теперь дело за малым – убрать отремонтированные помещения. На однокомнатных у нас 50 квартир, двухкомнатных 50 и трехкомнатных тоже 50. Площадь однокомнатных квартир у нас 45 квадратов приблизительно, двухкомнатных 60 квадратов и трехкомнатных под 85 квадратов. В первом доме у нас уже завершающая стадия. Здесь все малярные работы уже закончены. Сейчас мы ведем здесь уборку, и этот дом уже готов. Дома строятся по современным строительным стандартам. Планировки квартир разные. Для удобства жильцов в квартирах нет смежных комнат. У каждого помещения отдельный вход. Мы заходим в трехкомнатную квартиру. Здесь у нас площадь в районе 85 квадратных метров. В квартире имеются два балкона, два санузла. Это комната, гостиная. Как вы видите, здесь большая площадь, солнечная. Это у нас тоже спальня. В квартире имеются две спальни. Это вот у нас, которая побольше. У нас два санузла, потому что сейчас современные требования требуют, чтобы в квартире, где большие площади, уже должны соответствовать нормам. Здесь у нас кухня. Кухня у нас отделана полностью. Две стенки рабочей плиткой. Квадратура здесь большая, под 15 квадратов. Есть газовая печка, газовая плита и газовый котел. Соответственно, раковина, сам фаянс, все присутствует. В самом разгаре малярные работы во втором доме. В некоторых квартирах ведется установка дверей, в других приступили к подклейке обоев. Укладывают напольную плитку и ламинат. На объекте задействованы порядка 80 рабочих, поэтому работы во всех квартирах ведутся параллельно. В данный момент у нас производится монтаж ламината, монтаж межкомнатных дверей, малярные работы, установка сантехнического фаянса. В каждой квартире практически, в каждой комнате у нас разные обои. Считай, что совпадений у нас практически нет. Ламинат тоже присутствует двух видов в одном месте. Но это уже в разном, где-то чуть светлее, где-то потемнее. Также у нас натяжные потолки. Все работы ведутся в соответствии с графиком, нет никаких отставаний. Что касается прилегающей к домам территории, здесь установят детские площадки со всем необходимым инвентарем. Строители обустраивают сразу две детские зоны. Параллельно с внутренними отделочными работами строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже готовы газоны, тротуары. Осталось еще заасфальтировать проезжую часть. Как заверили строители, все работы будут завершены в срок, к середине октября. Роза ТД, Варина Атмедоев, информационный выпуск. Сегодня. В Цхенвальском многопрофильном колледже проходят вступительные экзамены. Заявления принимаются на 13 отделений. Однако ощущается нехватка абитуриентов по сравнению с прошлым годом. Так, на несколько факультетов желающих и вовсе нет. Репортаж Фатимы Чучьевой. Сегодня в Цхенвальском многопрофильном колледже прошли вступительные экзамены. 12 абитуриентов после окончания 9 классов решили поступить в колледж. Экзамены проходили по русскому языку и математике. 48 человек выбрали колледж после окончания средних классов. Экзамены для них пройдут в понтенник 2 сентября. Итого желающих поступить в этом году в колледж 60 человек. По сравнению с прошлым годом количество абитуриентов снизилось. Однако приемная комиссия продолжает свою работу. Прием продолжается до 15 сентября. И 15 сентября будет зачисление на все отделения. Заявления принимаются на 13 отделений. Повар-кондитер, портной, автомеханик, агроном, мастер отелочных строительных работ и другие. Больше всего абитуриентов хотят поступить и на повара-кондитера. Но в целом есть проблема с недостаточным количеством студентов. На несколько факультетов и вовсе не поступило заявлений. У нас нет абитуриентов на отделение резьба по дереву, изготовление изделий по дереву. И технология продукции общественного питания на базе 11 классов. Но мы надеемся, что в течение вот этого периода, на который продолжился прием, они будут. Схемвальский многопрофильный колледж образовательное учреждение профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в различных областях производства. Обучение в колледже позволяет молодому человеку приобрести интересную рабочую профессию, дающую не только твердый заработок, но и исчерпывающие знания в самых различных сферах жизнедеятельности человека. По окончании колледжа вместе с аттестатом о среднем образовании он получает диплом специалиста среднего звена. Фатима Чочи, Варнольд Харебов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Две медали завоевали угостинские спортсмены Иосиф Тедеев и Игорь Кудзеев на международном турнире по настольному теннису в Абхазии. Соревнования, проходившие в Сухуме, собрали более 50 спортсменов из Абхазии, Южной Осетии, Республик Северного Кавказа, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Вологды. Осетинские теннисисты пробились в финал в соревнованиях среди смешанных пар, выступая с абхазскими теннисистами. Впервые представители нашей страны показали такой высокий результат среди смешанных пар на турнире в Абхазии, отметил главный тренер сборной Южной Осетии Мириан Джиоев. Он выразил слова благодарности президенту Анатолию Бибилову за оказанную поддержку в организации поездки на соревнования. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok